Друзья мои, здравствуйте! Дряблая кожа рук в районе плеча волнует огромное количество женщин, и кажется, что это проблема гормонального фона, когда тебе уже за 45, то, наверное, все начинает отвисать. Или, например, многие считают, что здесь просто кожа стареет, поэтому начинает висеть, и вот так вот начинаешь болтать немножечко, оно болтается. Но как бы не так. Дело в том, что в данном месте, в районе плеча, а это плечо, некоторые считают, что вот это плечо, нет, вот это вот плечевая кость, в районе плеча у нас есть несколько мышц, но поверхностные из них основные, да, это двуглавая мышца бицепс и трехглавая мышца трицепс, которая состоит из двухголовок, кстати. И если в обычной жизни, вот прямо сейчас сядьте и попробуйте, то есть мы вот таким вот образом часто сгибаем нашу руку в локтевом суставе, бицепс отрабатывает крайне часто, крайне постоянно, и здесь у нас кожа такая довольно подтянутая, и в целом мышцы, даже если вы не занимаетесь спортом, они у вас есть, прощупываются, то вот на переразгибание, то есть если вы сейчас попробуете локоть разогнуть и сделать это силой, да, с таким усилием, вы почувствуете, как включается трицепс. Но в обычной жизни мы чаще всего согнули, разогнули, и рука повисла, и особенно в локтевом суставе не напрягается, соответственно, трицепс не отрабатывает. Вот именно поэтому наш организм начинает думать, что эта мышца, она нам по факту особенно не нужна, и частично замещает ее жировой тканью, соответственно, здесь образуется и жир, и отек, от которого нужно избавляться, и который нужно замещать обратно мышечной тканью. Как это сделать? Естественно, через силовую работу, поэтому сегодня я покажу вам пять классных упражнений, которые позволят включить трицепс и, соответственно, сделать ваши ручки тонкими и красивыми. Итак, начинайте вместе со мной. Что нам нужно? Противоположной рукой захватываем примерно район крепления трицепса, вот здесь наверху. Вы легко нащупаете, вот там, где у вас кожица отвисла как раз, вот здесь самая-самая такая висящая зона, вот здесь вот ее, пожалуйста, захватите. Разводим пальчики и начинаем пальцы с усилием сводить. При этом попробуйте немного ощутить, как вы переразгибаете локоть. То есть не нужно прям стильно локоть напрягать, но ощущение того, что вы хотите хорошо-хорошо разыгнуть руку в суставах. Ага, когда вам говорят, поработайте кулачком, когда вы сдаете кровь, вы сейчас делаете примерно то же самое. Хорошо, и вы почувствуете, как уже под вашей рукой, а рука лежит вот следующим образом, то есть мы обхватили с этой стороны, с этой стороны. Большой палец здесь, четыре пальца там. И работаем. Хорошо, теперь пальцы развели, и в ощущение того, что вы пальцами дотягиваетесь до чего-то, вы начинаете руку вращать. И причем вращение происходит, лучезапясный сустав, локтевой и плечо, плечевой сустав, да, то есть кисть, предплечье, плечо и выше. И мы все с вами вот здесь включаем. И теперь представляем опять-таки, что нам нужно немного сильнее разогнуть локоть. И почувствуйте, как трицепс под вашей рукой начинает, ну хотя бы чуть-чуть ощущаться, чуть-чуть включаться, да, так как, конечно, эта мышца долгое время у вас не работала. И старайтесь как можно сильнее заворачивать руку вовне, особенно внутрь. Вовне, внутрь. И еще пять, четыре, три, два, один. Хорошо. Теперь эта же рука, мы ей не даем отдыха. Сразу же, да, посмотрите, это рука, которая отработала, у нас уходит за руку, которую мы согнули. Здесь самое главное, не переразгибаться в пояснице, не поднимать плечи, точнее лопатки и ключицы, опустите и голову вперед не выдвигайте. То есть такое хорошее вытяжение. И мы начинаем с вами направлять руку назад и выдвигать ее вперед. И здесь, что важно, мы делаем легкое вращение, совершаем легкое вращение. Сейчас повернусь к вам неприличным местом, пятой точкой, а точнее спиной, чтобы вы могли видеть, как я работаю. Итак, посмотрите, вот у нас рука здесь вытянута, смотрит ладонью вперед. Значит, точнее, да, ладонью вперед. То есть нам нужно включить небольшое вращение. А здесь мы разворачиваем ладонь вот прям по ходу позвоночного столба. И у нас получается небольшое вращение. Раз, два, в локтевом суставе, два, три, четыре точнее, пять. И стараемся как можно дальше заводить, при этом не выдвигая вперед. Голову, не поднимая лопатки ключицы. И да, это будет нелегко. Я напомню еще раз, что трицепс в обычной жизни у нас редко включается. И, конечно, вы будете уставать. Это нормально. Но включайте данное упражнение в ежедневный свой рацион. И вы будете наблюдать, как меняются ваши ручки. Еще пять. И хорошо бы включать дыхание. Вдох, выдох, четыре, три, два, отлично. Хорошо. Встряхните руку, и теперь она может немножечко отдохнуть. И у нас включается в работу другая рука. И мы делаем то же самое. Итак, рукой, которая у нас отработала только что, захватываем район вот этой вот кожицы, которая, кажется, прямо висит и вообще там нет никакой мышцы. Вот здесь вот мы захватываем, сильно не сжимаем. Выпрямляемся. И начинаем сначала работать кулачком. При этом попробуйте постараться представить, что вы сейчас вытягиваете вперед через пальцы в вашу руку. Да, то есть хорошо-хорошо разгибаете руку во всех ее суставах. Точнее, здесь в данном случае локтевой лучезапястный. Ага, еще. Пять, четыре, три, два. И теперь пальчики раскрыли, натянули руку. И мы опять-таки чуть сильнее, да, представьте, что сильнее хотите разогнуть локоть, но не слишком сильно. Перенапряжение быть не должно. Начинаете работать и ощущаете, как включается трицепс. Хорошо. Но вы его продолжаете фиксировать рукой. Еще пять. Четыре. Как будто бы руку у вас что-то вкручиваете, как лампочку, да, в, как это называется, плафон. В общем, не суть. Три. Я не технарь, совсем два. Оп. И один. Супер. Теперь эта же рука. Такая вот постановка. Помним, да, здесь рука у нас спереди ограничивает движение. Эта рука пошла назад. Хорошо-хорошо. Потянулась вдоль позвоночного столба. Угу. И вернулась на место с легким вращением. То есть наша задача легко вращать руку в локтевом суставе. Еще шесть. Вдох. Выдох. Пять. Три. Два. А давайте еще два раза, потому что, мне кажется, там мы сделали дольше все же. Два. И один. Отлично. Хорошо. Встряхнули ручку. Поаплодировали себе. Но это не все. Просто поаплодируем пока, чтобы у нас тоже немножечко ручки встряхнулись. Пошел такой треморок легкий. Когда мы запускаем тремор по мышцам, да, такое легкое дрожжание, то мышцы расслабляются. А это для них важно, потому что они не привыкли. То есть мы не вот так вот хлопаем, да, а легко-легко. Ага. Почувствуйте, как начинает потряхиваться ваша кожа лишняя на плечах. Скоро ее не будет там. Отлично. Хорошо. Уходим теперь в... Да, кстати, я забыла сказать, что нам сегодня для работы потребуется стул, диван, неважно. Что-то найдите, какую-то такую опору. И подушка. Я сейчас ее подложу под колени. Так, чтобы коленям не было мучительно больно. Колени мы собираем. У нас будет с вами отжимание. Такое половинчатое, да. Собираем ножки. И здесь очень важно найти хорошее вытяжение. Через колени мы как бы тянемся, да, вниз в пол, через макушку наверх. И руки мы сейчас будем соединять с треугольничком. Я сейчас покажу вам. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Такой вот треугольник нам нужно создать. Устанавливаем руки на пол. Не проваливаемся в плечи. Не проваливаемся в животе. Наша задача почувствовать вытяжение. Наша задача присобрать живот, чтобы не проваливалась так же поясница. И мы здесь начинаем с вами отжиматься. Уводим плечи в стороны, будто бы за них, как за веревочку, кто-то тянет. И это будет вдох. А это выдох. И опять-таки с непривычки мы сделаем немного с вами таких отжиманий. И вы можете их количество со временем увеличивать. Итак, 7. Но не халявьте. Не делайте вот такое вот отжимание. Не об этом. У нас хорошее вытяжение. Хорошо присобран кор. 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опять-таки, да, то есть снова повторюсь, что вы можете увеличивать количество раз со временем. И сделали такое легкое-легкое вытяжение. Почувствовали, представили, что у вас ручки приклеились к полу. И начинаете тянуться. Руки также стоят тем же самым треугольничком. Если так приятно, да. И вы представляете, что всегда личными буграми тянетесь назад. Представляете, что хотите оторвать руки от пола, но они приклеены. И немножечко здесь повытягиваетесь. Хорошо. Отлично. Следующее упражнение, которое мы сделаем, оно, по сути, выполняется из этой же позиции. Только нам ноги уже нужно опустить. Колени также стоят на подушке. Руки шагают чуть-чуть вперед и становятся ближе к центру. Уже не треугольником. Уже просто вот таким вот образом. Просто ближе к центру. Хорошо. И мы с вами здесь начинаем уходить вниз. И здесь опять-таки рычаг нашего движения, он через локти. То есть мы представляем, что нас за локти кто-то потянул назад. Четко-четко назад. Затем мы приподнимаем от пола ладони и возвращаемся. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И здесь важно не делать вот такого движения. Выдох. Потому что если вы будете помогать вот так себе корпусом, вы не будете включать трицепс. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще одно важное замечание. Не прогибайтесь, пожалуйста, в шее. То есть не нужно вот так вот на меня смотреть и тут же выполнять, и тут же думать, что вы себе делаете хорошо. Вы себе здесь делаете сильно плохо. У нас шея – это всегда продолжение нашего позвоночного столба. И вот как вы ощущаете свой позвоночный столб, туда и идет шея, да, и через макушку вытягиваетесь вперед. И мы делаем еще пять. Следите за дыханием. Четыре. Три. Не провисайте на связках. Ваша задача здесь – почувствовать крепкую спину. Два. И один. Отлично. Хорошо. Сбросили напряжение с рук. И опять-таки, да, то есть как вы будете чувствовать в себе возможности все более и более увеличивающиеся, тогда вы увеличиваете, соответственно, и количество повторений. То есть их может быть до стольки угодно раз, сколько вам хочется и может. Далее нам потребуется стул или диван. И это стандартное упражнение, которое, скорее всего, вы увидели много-много раз. Мы садимся вот таким вот уголком. Теперь немного отходим от дивана, края дивана или стула. И присобираем область лопаток. То есть наша задача здесь не вот таким вот образом висеть и что-то делать. Мы собираем лопатки. Хорошо. И начинаем падать вниз попой и поднимать себя через разгибание в локтевом суставе. И это 10. Это вдох. Это выдох. 9. 8. И локти у нас направляются четко назад. 7. 6. Красивая статная фигура. 5. 4. 3. Но если у вас есть лишний вес, то вам здесь будет очень тяжело. 2. Поэтому всегда, когда мы начинаем работать над улучшением фигуры 1, мы сначала должны озаботиться устранением лишнего веса, ну или, по крайней мере, выполнять все это параллельно. Отлично. Хорошо. И теперь мягко и аккуратно простучите в зону трицепса. Здесь. Здесь. И опять помним про хлопочки. И направляем сюда легкий-легкий тремор прям по рукам. А теперь сбрасываем все напряжение. Вот такая вот легкая заминка. Элементарная, мягкая, аккуратная. После данной тренировки вы совершенно точно почувствуете трицепсы. Они включатся, и наш организм начнет понимать, что они нам нужны. Соответственно, нужно обратно менять жировую ткань на мышечную. И будет все классно. Но если для вас данные упражнения тяжелые, вы понимаете, что вам прежде чем работать с красотой фигуры, надо поработать с осанкой, потому что она оставляет желать лучшего и не дает вам возможности заниматься какими-то уже эстетическими вещами, тогда приходите ко мне на мой прекрасный вебинар про осанку. Ссылку на него я оставлю вот здесь вот ниже под видео и буду рада с вами там встретиться. Ну, и буду благодарна вам за комментарии о том, как вам дались данные упражнения, лайки и подписку. А если данные упражнения вам не дались, если есть какие-то вопросы, тогда обязательно их задавайте на комментарии, я всегда вам с радостью отвечаю. Все, ваши руки будут красивыми, если вы будете с ними работать правильно. Пока!